Вам нужно понять одну вещь. Это субъективная технология, потому что она касается вас. Вам известны объективные технологии, как починить автомобиль, как починить аэроплан, как починить самолет и так далее. Вы можете быть в стороне от этих вещей, смотреть на них, чинить их, а не другие, но это субъективная технология, она касается вас. Если вы хотите узнать это, вам придется в какой-то степени открыться. Если нам придется открыть вас. Было время, когда операции проводили на улице, вам известно об этом? А если крови было слишком много, в деревне они просто набирали грязь, закрывали ей рану и останавливали кровотечение. Если порезали рану и слишком сильно кровоточили, они просто брали грязь и каким-то образом прикладывали ее, чтобы остановить кровотечение. Но сегодня мы знаем, что даже если нам нужно открыть небольшое отверстие в теле, для этого необходимы стерильные условия. Это мы уже поняли, не так ли? Даже при работе с физическим телом нам необходимы определенные условия. Точно так же, если нам нужно открыть вас как личность. Нам нужна определенная атмосфера. Нам нужна атмосфера преданности. В случайных условиях вы никогда этого не добьетесь. Сегодня у любого мыслящего человека, считающего себя умным в этом мире, есть аллергия на все духовное. Просто потому, что духовность предстала пред ними в совершенно нелепом виде. Они настолько жалкие. не так ли? На планете есть самые разные идиоты. Но так называемые религиозные и духовные идиоты занимают первое место. Не так ли? Да? Это просто потому, что люди стали воспринимать духовность без преданности. Говорят о ней везде и всюду. На улицах рассказывают о Кришне, о том, как и что он делал Абхагавадгите. Это стало просто нелепо, потому что от людей не требуется определенной вовлеченности и преданности. Это продолжается где угодно. Хоть в саундтреках к фильмам, хоть в сфере продаж. Сегодня духовность стала настолько нелепой, что люди просто отвергают ее ценностью. Теперь только невежественные и необразованные люди слушают Махабхарту и прочее. Образованные уже отбросили духовность как чепуху, потому что она принимает такие нелепые формы. Она не представлена должным образом. Без создания должных условий для роста, просто присутствует где попало. Субъективные технологии никогда не пытаются использовать в атмосфере без преданности. Им требуется атмосфера преданности. Мы хотим просто выровнять те четыре колеса, на которых вы везете свою жизнь. Вы можете думать и воображать о себе что угодно. В вашем опыте единственные четыре реальности жизни. Это физическое тело, ум, эмоции и энергия, которая их поддерживает. Не так ли? Все прочее — это плод вашего воображения, и вы верите в это, исходя из своих традиций и культур. Но эти четыре реальности единственные в вашем живом опыте. Если вы хотите куда-то отправиться, если вы хотите совершить какое-то путешествие, вы можете начать его только с того места, где вы сейчас находитесь. где вы хотите отправиться. Если вы хотите отправиться к храму Деви или на Луну, вы можете начать свое путешествие только с того места, в котором вы сейчас. Не так ли? Если вы попытаетесь начать свое путешествие с другого места, вас ждут галлюцинации. Большинство религий в мире, более 90% религий в мире, стали галлюцинацией, потому что все они пытаются попасть на небеса с третьей ступеньки, а не с того места, где они сейчас. Сначала вы должны осознать, какова эмпирическая реальность того, кем вы являетесь. А затем уже следующий шаг, следующий шаг и следующий шаг. Только так в действительности сможете куда-то попасть. В противном случае вас ждут галлюцинации. Галлюцинаторные религии принесли вам некоторое утешение, но не открыли внутри вас освобождение или свободу. Теперь вы верите, что Бог обо всем позаботится. Но завтра утром, если в вашей жизни произойдет то, что вам не понравится, вы окажетесь сломлены, не так ли? Потому что все, во что вы верите, очень поверхностно. Жизнь может сломить вас. Неважно, какие у вас галлюцинации, жизненные ситуации способны сломить вас, если они развиваются не так, как вам надо, не так ли? Если вы верующий человек, и жизнь складывается не так, как вам надо, значит, она складывается так, как надо ему, не так ли? Вы должны быть еще более счастливы. Но это не реальность вашей жизни. Вы хотите, чтобы жизнь складывалась так, как вам хочется. Если в вашей жизни сейчас есть какие-то проблемы, значит, эта жизнь просто идет не так, как вы считаете нужным. Есть ли другие проблемы в вашей жизни? Есть ли другие проблемы в вашей жизни? Это единственная проблема, с которой сталкиваются люди. Жизнь идет не так, как они считают нужным. Не так ли? Если все идет не так, как вы хотите, значит, так задумано Творцом. Не так ли? Вы должны быть еще более счастливы, но на самом деле это не так, потому что в уме слишком много иллюзий.